какая самая лучшая валюта в последнее время самый лучший актив как ни странно с начала марта с 10 марта начиная самым лучшим активом является рубль всего одно легкое движение и тебе доступен youtube instagram facebook и прочее в полном объеме без всяких ограничений потому что ты формально в сша размести значок vpn на главном экране и сделай за правило входить в интернет через vpn самом деле посмотрите на график рубля к доллару и доллара к рублю смотрите с 10 марта доллар упал по отношению к рублю но больше чем в два раза буквально со 110 рублей до 55 до в два раза то есть рубль стал тяжелее ровно в два раза по отношению к доллару bitcoin bitcoin тоже опустился по отношению к доллару ну а к рублю естественно тем более то есть bitcoin не самая лучшая валюта оказалось что с акциями акции московской бирже посмотрите они очень здорово упали и сейчас стабилизировались что будет дальше смотрите то есть те кто оказался в этот момент с рублями они выиграли потому что ну если не было акции то можно было купить акции на днище вот буквально прямо сейчас когда они устаканились можно уже начинать покупать наверное акции потому что вы видите что индекс мос бирже в общем-то остановил свое падение что будет дальше я не знаю пока возможно можно можно начинать потихонечку закупаться акциями но я бы в общем сказать не торопился в этом деле сейчас я хочу вывести с своей фирмы рублей достаточно много там районе 500 или 600 тысяч еще не решил и куда-то их начать вкладывать я пока не знаю куда наверное это будет пока еще в виде рублей но скорее всего это будут все-таки облигации каких-то крупных компаний на которые достаточно надежные и они будут давать какую-то доходность потом ставка центробанка будет потихонечку снижаться для того чтобы ослабить рубль и соответственно это приведет к росту стоимости облигаций снижение ставки и соответственно этом ну наверное какая-то прибыль будет получена что будет с акциями но пока не понятно потому что будут остановки производства скорее всего и здесь я бы не стал торопиться и еще посмотрим просто за развитием событий просто что будет потому что предсказать ничего нельзя и мне кажется что концу лета к осени но как-то уже будут контуры какие-то понятно того куда мы влетаем вляпываемся вот ну вот такие соображения ну а пока я хочу подтвердить что да пока рубль является самой лучшей валютой и собственно говоря хорошо что если вы в рублях надо ли закупать доллары сейчас пора или не пора я не знаю я лично вкладываю их в оборот рубли то есть я покупаю доллары в чем заключается идея смотрите есть доллар который на бирже он стоит сейчас там 56 рублей уже за доллар да есть доллар ну как бы наличный и наличный доллар отличается от биржевого ну там буквально на 10 процентов то есть 10 процентов есть курс 1 доллара и курс другой доллара как купить доллары вот здесь а продать здесь надо найти способ и кажется я его нашел и сейчас я буду заниматься именно этим ну каким образом но это называется в общем-то арбитраж счет скрывать вот я буду покупать доллары на бирже через тиньков и выводить их сейчас разрешено на зарубежный счет там если насколько мне удастся их там продать в общем настолько я получил прибыль пока она получается пока я на этом зарабатываю пять процентов но пока я их покупаю не на бирже а по-другому перевожу вот но я надеюсь что будет и 10 даже может быть 15 процентов но суммы там конечно большие не провернешь здесь надо искать покупателей вот так что вот такая история такая история то есть лучше всего конечно же это бизнес конечно же это оборачиваемость но если просто вложить и держать то наверное пока все таки рубль и облигации рублевые надежные на сегодня все лайк подписка напишите что вы думаете по этому поводу что вы собираетесь делать я хочу сказать вам пока пока и до встречи с вами был демитков юрий